Александра приехала сюда за ответами на свои вопросы аж из Керчи. Даже не думала и не знала, что попадет на прием к главному приставу Крыма. Столкнулась женщина с запретом на реализацию имущества. На ее квартиру, которую она хочет продать, наложен арест. Еще при Украине Керчанка взяла валютный кредит в одном из банков. Исправно его платила, но настали финансовые проблемы. Затем пришла Россия. Мне дали уведомление, что два ареста существуют. Один мы выяснили, как бы мы с человеком уже увиделись, мы решаем с ней вопросы. А второй, у нас его нет в базе Керчи, и мы не можем никак узнать, что и кто, с кем я могу этот вопрос ликвидировать. На приеме, кстати говоря, у новоназначенного, исполняющего обязанности главного судебного пристава Крыма, получает подробную консультацию. И в первую очередь ей нужно обратиться в фонд защиты вкладчиков. Зачастую люди приходят, выясняется, что долг погашенный, предоставляют вытягивые украинские, предоставляют соответствующие документы, и данное применение снимается. Запреты, наложенные на объекты недвижимости, одна из самых актуальных тем. В том числе, крымчане приходят с вопросами о задолженности и спрашивают об алиментах. Больная тема у граждан о мерах принудительного взыскания. Некоторые узнают о них, но не понимают, откуда это взялось. Для таких случаев у судебных приставов есть специальный сервис – Банк данных исполнительных производств. Введя необходимые персональные данные, там можно найти всю информацию. В списке на прием к главному приставу республики сегодня 10 человек, но в течение дня успел принять троих, не входящих в него. Плюс ведутся консультации в электронном виде. Организовано данное мероприятие с целью принять как можно большее количество людей, узнать о тех проблемах, которые существуют на территории. И основным из наших лозунгов в действиях нашей службы является открытая служба. Мы хотим показать, что действительно мы доступны максимально для граждан, для представителей юридических лиц. Для ведомства такое мероприятие не в диковину. Попасть на прием к главному судебному приставу или его заместителю не так уж и сложно. Приемы граждан проводятся здесь два раза в неделю – по понедельникам и четвергам. Юлия Попоевич, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ.